сегодня во время съемок периодически он начинал орать здравствуйте дорогие друзья с вами снова николотанский гур раскрытия гениев а в этом подкасте я как видите не один а с осликом красивым осликом который живет недалеко от киностудии я только что закончились точнее съемки не закончились но закончились съемки сегодняшние съемки интересного исторического фильма и конечно когда мы проезжали мимо такого красавца мы не могли проехать мимо мы остановились не хочешь кушать уже хочешь просто просто общаться да просто очень общаться знаете я заметил последнее время это последнее время очень много общаясь с животными в беларуси с коровами ведь он просто меня лежит сначала ел теперь просто лежит беларуси с коровами в карпатах с козами с овечками недавно в казахстане с лошадьми позавчера в карпатах опять пони теперь я проезжаю мимо мимо вот этого красивого осла его что вы думаете машина замедляет ход то есть я а этот прям сразу прям сразу идет сюда общаться и вот что я заметил даешь ему траву он ест траву а потом возникает какой-то контакт а еще недавно я тоже с коровами общался в карпатах возникает контакт и он уже траву ест не хочет он хочет общаться ты хочешь общаться траву что уже не хочешь точно вот и я снова и снова прихожу к пониманию что животное они любят людей они хотят общаться у них есть это то что называется эмоциональный мозг то чему я обучаю на школе коучинга или мозг микопитающих они все испытывают эмоции у них у всех и у всех есть привязанность у них у всех есть в общем эмоции как эмоции они наверное и любят они и радуются они и грустят они печалятся и вот что я замечаю что когда подходите к такому животному и начинаете с ним общаться что-то внутри происходит вот не могу это объяснить наверняка вы тоже мы же у всех у нас есть так или иначе ли у нас у наших друзей близких родных собачки и котики и чаще всего общение животными у людей ограничивается собачками и котиками мы когда завели у себя в офисе сначала хамелеона потом двух породатых агам потом еще шипохвостов украшенных люди не понимали многие которых нам приходили а зачем им эти все дико дикие эти страшные даже некоторые боятся поначалу их руки брать животные а я вам скажу в этом что то есть просто когда мы животными общаемся мы как-то себя по-другому чувствуем правда после как тебя зовут хотел бы я знать мы себя по-другому чувствуем мы им помню на это что еще сделал когда мы общаемся с животными мы себя лучше понимаем потому что в них что-то мы видим свое что-то нас в них восхищает радует и когда мы восхищаемся и радуемся мы же радуемся той части себя которая есть в нас а может какая-то часть может раздражать может злить в животном может живеть что это значит скорее всего и в нас это есть в общем суть этого подкаста следующая общаться с животными нужно и при каждой возможной при каждом возможном случае когда сделать то очень просто берете пучок травы что удивительно у него трава растет под ногами но с руки они эти животные почему-то траву особенно едят напротив конь пасется только чтобы коня покормили они едят с руки устанавливается какой-то контакт между вами ну а дальше происходит общение в общем не знаю как это у вас но у меня почему-то последнее время слишком часто происходит общение с животным миром таким на улице а то что у нас в офисе это что то что касается нашего офиса это уже давно и много лет несколько последних лет напишите как это как у вас происходит общение с животными происходит ли вообще видите сам подошел ушел по своим делам походил вернулся вернулся да красавчик да хороший мне вообще-то кажется что он немножко агрессивный но судя по тому как он я заметил я траву даю а он траву как бы разбрасывает и начинает мне пальцы облизывать знаете как коты бывает вылизывает когда хотят сказать это мой хозяин но ослик я тебя конечно домой не заберу даже если по твоему это означает что я твой хозяин если я так всех животных буду забирать я с удовольствием забрал но как-то у меня другой час миссия задача в жизни ну вот подкасты я бодается вот так вот да потому что они потому что они тоже такие же жители на этой планете земля каким мы с вами да ты прям не хочешь уже укусить уже ты мне хочешь укусить красавец такой своенравный я знаю ты такой хороший своенравный и кусаешься и лежишь да и бодаешься да ты за новым я хотел укусить ай-яй-яй-яй-яй за ногу меня кусать не надо с вами был ваш николатанский было полезно поставьте лайк напишите свои соображения на этот счет подпишитесь на мой канал если вы этого еще не сделали и пишите это видео своим друзьям пусть они тоже начинают общаться с этими удивительными божьими творениями планеты земля до встречи в следующем подкасте завтра пока а